Друзья, привет всем по многочисленным заявкам. Сегодня я опять в Махмудларе, нахожусь. Погода у нас пасмурная сегодня. Приехал, вон она Оля, еще не знает даже, что я приехал. Сегодня Оля мне расскажет про школу, первое. И второе расскажет про ипотеку и про расстрочку. Вот, сегодня два таких интересных видео запишу, пока погода такая пасмурная. Не хочу вам новостройки снимать. Всем приятного просмотра. Не забывайте лайки ставить, ну и подписывайтесь, для кого актуален этот вопрос. Все, всем приятного просмотра. Поехали. Так, дорогие друзья, всем привет. Здравствуйте. Сегодня, еще раз повторяюсь, я прибыл в офис Махмудларовский к Оле, чтобы задать ей вопрос. Ну, первое, давай, наверное, разберем все-таки вопрос школы, так сказать, из первых рук. Оль, давай, я, честно говоря, сам не знаю, у тебя сколько детей, сколько им лет, куда? У меня один сын, ему 12 лет, и вот в этом году мы пошли в турецкую школу. В турецкую школу, да? Многие вот, почему вообще решил такое видео снимать? Потому что у нас Ярик через месяц примерно где-то приезжает, ему 10 лет, и мы тоже думаем отправить его в турецкую школу, либо в русскую платную школу. Вот, расскажи, пожалуйста, как там, не страшно ли отправлять ребенка в турецкую школу, как он там быстро ли освоился, языковой барьер, и вот эти все моменты очень интересные, думаю, будут нашим зрителям. Ну, в первую очередь, сразу скажу, что выбирая школу для ребенка, я основывалась на том, что мы изначально шли в платную школу. Мы не рассматривали государственные бесплатные школы, хотя они есть, их очень много, они очень развитые, и многие, я знаю, ходят и очень довольны в том числе. А колледж мы выбирали, сразу оговорюсь, мы выбирали колледж, исходя из того, что мы не учили турецкий язык в принципе. То есть, где-то в конце августа это был первый урок, который посетил по турецкому языку мой ребенок. Он не изучал его ранее, поэтому мы так, вообще с нуля. То есть, вы пошли, я просто не совсем понял, в государственные все-таки школы или в платную? Нет, мы пошли в платную. Я не выбирала государственную школу. Школа находится в Алании, живу я в Махунтларе, соответственно, у нас примерно 12 километров между школой и домом, и этот вопрос закрывается с школьным сервисом, который здесь тоже очень развит. Трансфер? Трансфер. То есть, с утра забирают ребенка, получается, в зерно? С утра. Утром примерно в полвосьмого прямо из-под дома забирают ребенка в школу и возвращается он домой в начале седьмого вечера. У него 8-9 уроков в день. Я так слышал, что он возвращается уже накорбленный 3 раза или 2 раза, уже сделаны уроки, домашние задания, не надо вот это мучиться с домашними заданиями. Вот мне кажется, все отношения у людей, у родителей с ребенком начинают портиться, когда начинает ребенок ходить в школу. И делает домашние задания. Домашние задания. Вроде была такая жизнь классная, бегал по улицам, изучал, то есть, этот мир все трогал, и тут вот эта школа. Здесь мама с папой превращаются в сервера, которые стоят и заставляют учиться. Да, давай, делай. Нет, школа максимально вовлечена в процесс обучения, и дети закрывают в основном все свои вопросы, которые есть в процессе обучения. Очень меня подкупает система, что-то похожее на наши пары, то есть, двойные уроки они проходят. Есть две большие перемены, и в принципе, на перемены детям разрешают выходить на улицу. Ну, школа это не просто здание, это как жилой комплекс, да, закрытая территория, есть двор, где погулять, сад, обычно... Хамама нет? Хамама нет, есть спортивные площадки, например, мячи. И когда хорошая погода, мальчишки, например, с удовольствием играют в баскетбол, волейбол, футбол. Это допускается на школьных переменах, да. Все из нас помнят школьное детство, когда-то вы не бегаете по коридорам, не носитесь. А охота же бегать? Охота бегать, но тем более это дети. Тут взрослому тяжело долго сидеть без движения. И детям разрешают выходить на улицу. И заходя на территорию школы, вот в процессе учебного дня, если попадаешь на перемену, можно увидеть, там, девчонки могут сидеть, если хорошая погода сухая, да, вот мы не говорим про зиму, например, осень. Они могут просто сидеть на траве, там, как-то о чем-то разговаривать, какие-то книжки читать, кто-то просто свой, там, какой-то перекус, который берут некоторые из дому слушать. Кто-то играет в какие-то активные виды спорта, кто-то просто разговаривает. Ну, и серия, хочешь стоять на голове, ради бога, только безопасно, чтобы это было. Все остальное ты можешь делать, и ребенок в этом свободен. Оль, давай уточним, он в какой класс у тебя, получается, пошел? Шестой. Шестой класс. У них какие вообще там предметы есть? И давай, наверное, сразу, ребят, 100% у всех такой вопрос, сколько это стоит, пока мы не забыли. В зависимости от того, давай так, про систему обучения. Здесь школа делится так, 4 плюс 4 плюс 4. 4 года младшей школы, 4 года средней школы и 4 года старшей школы. Младшая, средняя и старшая по оплате отличаются. Поэтому я могу сказать сейчас только за среднюю школу. Варьируется это в пределах от 2 тысяч евро. И, наверное, самое дорогое, что мне озвучивали, это около 6 было. 5-600 тысяч. Это в месяц? Это в год. Сюда входят учебники и питание. Школьный сервис оплачивается отдельно. Опять, зависит от того, где жили. Трансфер отдельно получается? Да. Сколько у тебя получается в месяц? У меня Махмухар Алани и обратно 400, простите, турецких лир в месяц. 400 лир в месяц. 400 лир это где-то 10,5 лир. Мы будем считать 11, да? 400 это 4400 рублей. Ну, примерно так. Потому что, думаю, в государственной школе больше отдаем. Ну, там, в Сочи. То на шторы, то еще на кое-фиге. Ну, у нас включены книжки, у нас включено питание. Единственное, я оплачиваю экстра. Это сервис, трансфер. И покупала школьную форму. Вот купила школьную форму один раз на весь год. У меня обошлось около 80 долларов. В комплект вошел костюм. Уходят они в основном по спортивной форме, ближе к спортивной. Это теплый костюм, шорты, две футболки, тенниска и рубашка пола. То есть, он у меня на год закрыт полностью. Хорошо. С этим понятно по деньгам, да? Какие у них там... Я просто слышал многое. Вот ты мне, да, по-моему, рассказывал, что они там что-то говяжье сердце припаривают, на барабанах играют. Как вообще выглядит вот этот учебный процесс? Вот какие там у них предметы? Предметы, в принципе, стандартные для наших школ. Математика, языки. Кстати, английский и в нашем случае французский. И в основном школы учат немецкий. А турецкий? Турецкий, само собой, это родной язык для страны. Соответственно, турецкий язык так же, как мы учим русский язык, или как белорусский, или украинский, кто уже где живет. Поэтому это все обязательно. Есть в шестом классе у них еще по-прежнему аналог нашего природоведения, когда география, биология соединены все в одну, но специфика уже началась. Вот про говяжье сердце, то, что я говорила, например... Это уже анатомия, что? Это основы строения клетки, например, они учили. Для этого они создавали макет из разных всяких моментов. Вот они там мембраны... А мы прикрепим вот эти видео, у тебя есть такие с телефоном? Я пришлю то, что у меня есть, я доберусь, я тебе сразу уже и вышлю. У меня есть видео и есть фотографии. Да, обязательно прикрепим это все. Они создают макеты. То есть это не просто вот тема, да, мы сели, выучили учебник и на этом все забыли. То есть если они учили солнечную систему, они делали полный макет этой солнечной системы. Причем это делали на уроке. Не родители ночью, там до 4 утра клеили солнце и луну на карту там все. Да, да, да. Они это сделали... В принципе у нас так и выглядит все дома. По опыту, да, мы 5 лет отучились дома. Они это делали на уроке, учитель это все отснял. И в общую группу класса он просто скидывает фотографии с комментарием, что сегодня на уроке мы прошли такую-то, такую-то тему, выучили вот это, вот это, повторите, пожалуйста, вот это. Ну и повторите, это не всегда ко всем относится. Поэтому очень комфортно мне, как маме, быть именно мамой дома, а не цербером, который стоит и заставляет учиться. Но все равно мы учим турецкий язык, мы ходим к репетитору дополнительно, чтобы ускорить этот процесс. Ну и, естественно, дома все равно включается элемент обучения. Я действительно контролирую, как он учится, что он учит, чтобы это как-то было. Но при этом у ребенка есть время и погулять. То есть он не полностью-полностью в учебе. Ну а как, смотри, Оль, в плане, как встретили вообще в школе? Ну есть ли какие-то там, может, проблемы между там нациями, может, какие-то там веры, исповедания, есть какие-то стычки на этом? Ты знаешь, на удивление нет. Я этого ждала, я этого себя морально готовила к тому, что, возможно, эти вопросы будут, и мне придется их решать. Но этого ничего не было. Очень много смешанных браков, соответственно, достаточно много детей, даже в классе, которые говорят как минимум, там, например, на русском, турецком. Кто-то говорит на немецком, турецком, кто-то говорит на английском, турецком. Ну, от смешанного бракоса. То есть дружба народов, да, грубо говоря? Да, да, и традиционал в школе маленький, реализованный. И дети, которые говорили на русском языке, они включились и помогали моему ребенку. То есть если какое-то собрание школьное, они какую-то информацию ему переводили, чтобы он понял, что там происходило. Первый месяц это был шок, наверное, и у меня, и у него. Он был просто глухонимым, он не разговаривал. То есть даже те пару слов... Молчал. Даже те пару слов, которые он знал на турецком языке, он боялся их употреблять. А потом вот как-то на втором месяце он пришел и говорит, «Мам, а я сегодня на турецком языке попросился у мальчиков поиграть с ними в мяч». И вот с этого момента у нас пошло то, что он может сказать на турецком. Он говорит на турецком, то, что он не может сказать, он говорит на английском. Очень интересно. Представь, вот у них сформируется, да, вообще, какое сознание у детей, да, когда вот ты в интернациональном классе, да, когда вот уже другие люди совершенно, да, получат? Из последнего, одноклассник, который... Они из Казахстана семья, и вот одноклассник учат его казахскому языку. Не знаю, зачем, но они его изучают. Вот это буквально вчера он мне рассказал. Я говорю, «А ты знаешь, что это будет на казахском?» Я не повторю, к сожалению. Я говорю, «Откуда ты знаешь казахский?» У нас просто, смотрите, ну, на самом деле, вот школа как устроена. У нас Ярик вот ходит в сочинскую школу, там 30 человек в классе, да, 30 человек, это же много. И все они маленькие дети, которые хотят бегать, шевелиться, трогать, изучать мир. Их заставляет сидеть за этими партами. Где-то вдалеке стоит учитель, про суффиксы рассказывает. Я его прекрасно понимаю, ну, когда бывают проблемы с поведением, да, я прекрасно понимаю, что ну, как тут усидеть, да, охота, что-то бегать, прыгать, что-то изучать. Там заставляют учить наизусть. Я, кстати, в конце этого видео процезировать хочу швейцарского одного педагога. И это, собственно говоря, сделаю. Вот, а здесь мне хотелось бы, да, чтобы обучение чуть-чуть другое было, чтобы, ну, тебя как бы не просто ты сидел и учил, да, вот как ты говоришь про солнечную систему, вот как бы внедрялся в этот сам процесс, чтобы было интересно, чтобы реально интересно тебе было, а не просто учить, вот как этот истукан сидит. Когда они отрабатывают вот эти практические занятия, из того, что я вижу, им разрешают вставать, они их, во-первых, группируют по группам. То есть не весь класс 26 человек сидит и делает один проект. Класс условно делится, например, на группы, там, по 4, по 5, по 6 человек, в зависимости от сложности проекта и сколько там нужно людей включить в него. И вот в пределах этих групп они между собой создают этот проект. Ну, например, строение человека, которое они изучали, да, вот скелет, по сути. У них была задача вырезать все косточки по шаблонам и склеить их, собрать на большом таком пакмане, воссоздать скелет человека и подписать каждую косточку. Они это делали, если не ошибаюсь, в группе из 6 человек. Фотографии я тоже тебе добавлю. И вот они это все собрали. Помимо всего прочего, они задействовали активности, то есть им нужно было вырезать, им нужно было стать вместе над вот этим, ну, во-первых, распределить, да, кто какую часть чего вырезает. Распределили, вырезали, потом встать и вместе собрать этот макет. То есть наклеить это все и подписать. Ну, это же круто. Это и запоминается, мне кажется, лучше. Это интересно, да? Ну, конечно. Мне будет интересно. В целом ты довольна, да, учебным процессом? Мне очень нравится. Хорошо. Так, наверное, я думал, ты мне все-таки расскажешь. Ну, есть еще турецкая школа, да, она бесплатная. Насколько я знаю, платишь просто за учебники? Да, оплачиваешь форму учебники, сервис и, возможно, питание. У некоторых может включаться. Короче, об этом мы вам не расскажем, да? Нет, об этом мы не расскажем точно. Рад и буду. Друзья, ну, в общем, мы с Олей постарались вам рассказать, раскрыть эту тему немножко. У кого есть вопросы, они у вас 100% есть. Оля сейчас с моим подписчиком полтора часа разговаривала на тему школы. Обязательно пишите в комментариях, спрашивайте, мы будем по возможности вам отвечать. Ну, конечно, обязательно. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и всем пока. Да, до свидания. По скрипту, да, все-таки я же обещал процитировать. И сотворили школу так, как поверел дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах. Он не может сидеть без движения, поэтому его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить, ему приказали молчать. Он стремится понять, ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам исследовать и искать знания, но ему дали их в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться. Вот так вот, друзья.